Здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала Страна Мурляндия. Меня зовут Оксана и я начинаю свой обзор на три видео семьи Адамян. Первое видео моего обзора принимайте товарищи шарик джентльмен, кто и чем у нас занят. И что мы видим в этом видео? Эдуард показывает нам свою чудо-юдо гардеробную. Ну что-то мне подсказывает, что не все так гладко в этой гардеробной. Мне кажется она слегка недоделана. Такие стены в гардеробной явно не должны быть. Надо было их все-таки чем-то обклеить. Ну видно, видно, сразу бросается в глаза, что это недодел. А как вы думаете дорогие друзья? Потом мне кажется не в том месте он сделал дверь. Если бы сделал по центру, было бы больше возможностей сделать и с правой стороны вешалок, а не только с левой стороны развешать вещи в два ряда. Как вы считаете? В общем вроде бы как и надо радоваться, что наконец-то сделал гардеробную. Но как-то и не радостно. Вот не цепляется глаз за эту гардеробную. Кажется, что все не так. Ну а как говорится, с грехом пополам, но сделал. Потом все сидят за столом. Гульна собирает картину. Милена вяжет. А Элина делает домашнее задание. Мне тоже в этот момент как-то не понравилось, что Элинка сидит на самом краю стола, когда такой здоровенный стол и весь занят гульнаской. Я тоже рукодельница. Но мне хватает маленького столика, чтобы там разместиться. Но гульнас, конечно, хорошо разместилась. И что мне еще не понравилось. Когда мои дети делали домашние задания, у них всегда стояла настольная лампа прямо над тетрадью. А что мы видим сейчас? Элинка, значит, повисла на углу стола. Никакой тебе настольной лампы. Зато у гульнаски она прям под носом светит. В следующем видео свершилось. Что мы видим? Люди добрые. Ну наконец-то. Приехали люди, которые будут сваривать трубы на газ. Пять часов люди делали сварку на трубах, по которым пойдет газ в большой дом. Но, опять же, не подключили. Все подключения будут делать в понедельник, потому что сейчас суббота, воскресенье, выходные. А им некогда. Вот так. Все как-то не везет от домяночекам, по-моему. Ну как-то не везет. Ну наконец-то люди ушли. Эдуарда сидит. Как будто из него все соки высосали. Говорит, не поймет, что он чувствует. Сначала радость какая-то, а потом то ли облегчение. Как будто сто пудов с плеч свалилось. В общем, не поймет, что он чувствует. Но вид у него удрученно разочарованный. Ну так мне кажется. Говорит, что раньше вода шла под дом, поэтому весь фундамент промокал, и штукатурка на стенах отваливалась. Но он сделал все, чтобы этого больше не было. Гульнаска старается его поддержать. Но я заметила, ребята, шутки у нее стали прям как у ее матери. Она и внешне стала на нее очень похожа. Нахмурится. И прям вылитая Амина. И как скажет что-нибудь, ну точно как будто Амина говорит. Прям ее голос, ее шутки. Ну а что было в третьем видео, которое называлось «Кухня переехала. Гарнитур Ассорки. Новости по подключению». Ну там уже как-то интереснее пошло дело. Показывает он свой гарнитурчик. Как он уже его перетащил на кухню, где будет газ. Подключил водичку. Гульнас уже моет посуду. Ну вот, что я вам сразу скажу. Плита стоит не на месте, это понятное дело. Не по фэншую. Между плитой, мойкой и холодильником должно что-то стоять. Поэтому надо купить еще одну тумбу 60 сантиметров шириной и поставить между плитой и мойкой. Ну, чтобы уже все было по фэншую. Столик стоит вообще не при деле. Зачем он там в этом углу? Ну, Эдуард говорит, что это просто пока на полгода. В общем, временно. Мне кажется, что лучше всего там пошел бы угловой гарнитур. Эдуард жалуется, что поселок большой, а выбора кухонных гарнитуров совсем нету. Приуныл говорит, что газовые трубы тоже нужно покрасить в желтый цвет. И это обязательно. Также, говорит, будет куплена вытяжка. Потому что плита газовая, надо обязательно, чтобы была вытяжка. Ну что ж, делай, делай, все в твоих руках. Пожалуйста. Мы будем только смотреть и удивляться. Ребята, девчата, а как вам расстановка мебели на кухне Эдуарда? Ну, конечно, без слез не взглянешь, но у них, похоже, куда ни тусуй мебель, хоть туда, хоть сюда, все равно она вся не поместится. Так и будет что-то стоять, да не на своем месте. Но обещается все поставить со временем. Ну что ж, будем делать, посмотреть. Пишите свое мнение в комментариях. Буду рада с вами пообщаться. А на этом я свой обзор заканчиваю. До свидания и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok